Проверяли в Кирове сегодня не только воду, но и условия, что созданы в новом центре, который призван оказывать помощь семьям, где родились особенные дети. В чем уникальность этого учреждения, какие там будут проходить занятия и как на них попасть, расскажет Елизавета Халикова. Для детей с ментальными нарушениями, обучение математики, здесь цифра. Каждая цифра имеет свой цвет, форму, размер. Ее можно пощупать, посмотреть. То есть это не абстрактная величина, у каждой цифры есть своя вот такая вот фигурка. Елена Лянгузова, руководитель первого в городе центра поддержки семей, в которых есть дети с особенностями развития, рассказывает, здесь созданы все условия, чтобы малыши развивались, а их родители объединялись. Три года члены общественной организации «Дорога и добра» обустраивали этот центр поддержки. И, наконец, 5 мая он открыл свои двери на Егоровской, 4. У нас ничего не проводится для семьи, у которой только-только родился ребенок с особенностями развития. Вот в роддоме сказали, что у вас ребенок, например, с генетической аномалией. И первый год, ну, некуда идти семье. И здесь будут, мы их назвали, субботницы, когда будут собираться семьи с малышами. И тут и взаимоподдержка, и поддержка со стороны специалистов будет. Раньше дети с отклонениями и их родители занимались в помещениях детского фонда и в Центре социальной помощи. Места, куда они могли прийти, как домой, не было. Однако в 2011-м помещение из трех комнат для нужд центра выделили областные власти. Теперь сюда смогут приходить родители как с самыми маленькими, так и с детьми школьного возраста. Очень как бы у нас мало что сделано для детей с особенностями развития. Очень город наш в этом нуждается, дети нуждаются в таком центре. В специальных занятиях нуждаются, родители нуждаются в том, чтобы объединяться, чтобы не чувствовать себя как бы одинокими, наедине со своими проблемами, которые у них возникли. Посмотреть, как центр обустроили и чем здесь будут заниматься дети, приехали первые лица области. Это будет зал для занятий подгрупповых, это будут занятия об адаптивной физкультуре и вкусы по танцу. Временно исполняющему обязанности губернатора, уполномоченному по правам ребенка и другим гостям сотрудники центра на пальцах показали, какими будут уроки с особенными детьми. В мастер-классе приняли участие все пришедшие. Организация «Дорога и добра» уже имеет хороший опыт в работе по получению грантов. То есть как раз это та работа, которую можно увидеть своими глазами, которая не вызывает сомнений в плане ее социальной значимости и нужности. Поэтому давайте продолжайте работу, мы вам соответствующую поддержку через систему грантов окажем. Получать консультации психологов, дефектологов, логопедов и юристов все нуждающиеся смогут уже с сегодняшнего дня. Центр находится по адресу улица Егоровская, 4. Елизавета Халикова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича.